Почему решил об этом говорить? Потому что на самом деле я сам прохожу какие-то битвы внутри себя, о чем на прошлой неделе Женя проповедовал о том, чтобы кто и что живет внутри тебя. И борьба происходит всегда и внутри, и внешне. И я смотрю на все эти ситуации и думаю, как же нам быть? Особенно в это время, когда и такие сложности возникали у многих людей, и болезни, и пандемия, и разные ситуации в жизни. И смотря на людей, смотря на себя, как я реагирую, как я смотрю на эти все вещи. И мне пришло вот такое название. Я не знаю, почему. Потому что на самом деле кругом идут какие-то войны, разногласия, распри, споры между народом, между людьми, между друг другом, между деноминациями. И у нас в Израиле между пастырами, служителями, идут какие-то споры, разногласия. Но мы все равно молимся, чтобы прийти к какому-то единству, и Бог совершает это, смотря на нашу веру, на наше стремление, на наши действия. И, конечно, хочется, чтобы мы научились, как бы, правильно жить, что ли, вот как сегодня отметились, быть в правильных одеждах. В одеждах любви, мира, согласия, единства, единомыслия, единодушия, чтобы мы могли научились прощать и не обижаться на каких-то ситуациях. И я смотрю на все это, в принципе, наблюдая за собой и за другими, что все равно какие-то войны кругом происходят, мы видим. И я думаю, что ведь такое происходит, и всегда это было. И как нам жить в этой ситуации? Как нам реагировать на все эти ситуации? Как правильно говорить? Как правильно научиться слушать? Когда промолчать? И, как говорится, быть или не быть? Вот в чем вопрос. И, конечно, всему свое время. Всему свое время, как мы в экклесиастах написано, и разбрасывать камни, и собирать, и радоваться, и плакать, и воевать. И, конечно, все это толкает на то, чтобы научиться нам все-таки правильно реагировать на различные ситуации, и как мы готовы. Потому что я увидел кое-что, в каком плане? Что некоторые расслабились. Некоторые просто сдулись, что ли. Ну, как идет, так и идет. Как в сказке, воля-неволя, все равно. Как бы так. Но мы священники, и, как сегодня это Иерамия сказал, и о том, что, о том, в каком состоянии мы должны быть, что мы должны замечать каждую деталь нашей жизни, чтобы, потому что мы все перестанем перед Господом, и каждый ответит за свою жизнь. И мы каждый ответственны. Я ответственен за свою жизнь. Я не ответственен, может быть, за жизни вашей, потому что у каждого есть свой выбор. Мы можем только наставлять, учить, направлять, сами быть примером, как бы в каких-то вещах. Но, честно сказать, мы сегодня немножко засуетились, что ли. И у кого-то страх, у кого-то паника. Но Писание намучает, что Бог нам не дал духа страха, но силы любви и целостного ума, то есть целомудрия, правильное понимание, правильное движение в нашей жизни. Ну, посмотрите, и я задался тебе вопрос, что же нам делать, как реагировать. Я хочу, чтобы мы прочитали по первому посланию Петра. Мне нравится очень эта книга, где Петр говорит в 5 главе 8-9 стих «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник на ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашего в мире». Если здесь написано «трезвитесь, бодрствуйте, Паштер, но будьте благоразумны». То есть, почему мне нравится это слово «благоразумный»? Потому что в нем и входит и трезвость. Потому что, если посмотреть «трезвый», Антониум трезвый какой будет? Пьяный, да? Как для себя рассуждать. То есть, пьяный, он неадекватен, он не может нормально мыслить и не может бодрствовать. Потому что, поэтому в этих вещах нам надо научиться быть бодрыми. И все проходят различные испытания, все проходят какие-то трудности. И я вам скажу, если я в последнее время, честно говоря, тоже расслабился. В каком плане? Я почувствовал, что какое-то идет давление. И мне вдруг не хочется молиться. Мне вдруг не хочется даже читать Писание. Я начинаю читать, у меня что-то внутри какое-то непонятное состояние. Я понимаю, что это не то состояние, которое бы я хотел бы. Но это происходит, и я начинаю бороться внутри себя. Если я утром постоянно заставлял себя делать зарядку, потому что есть проблемы со здоровьем, и я заставлял свое тело работать, чтобы оно не ослабевало. И это тоже наша функция. Мы не должны ослабевать. Мы не должны расслабляться. Мы должны заставлять свое тело работать. Мы должны заставлять прислушаться к своему телу. У каждого свой организм и у каждого свои какие-то потребности. Но в то же время научиться правильно управлять тем, что на нас давит, и правильно реагировать. И я смотрю на все это, что же, как же быть, как же мне бороться. Я заставляю себя, мне все равно что-то отталкивает назад. И я понял, что я не должен смотреть так, как я смотрю. Реагировать на то. Я стал, вот как Женя в прошлый раз сказал, мне понравилось, он начинал прославлять, восхвалять. Я стал обращать взоры на Господа. Не на те ситуации, которые происходят, как, помните, Писание, когда поставил из медного змея. И, говорит, будете смотреть на него, и тогда не смертельные будут укусы. Много укусов в нашей жизни. И я понял, что нужно смотреть не на те вещи, которые нас кусают, а на Бога. И просить мудрости, благоразумия. Как же мне быть в этой ситуации? Как мне реагировать на того или иного человека, который даже, может быть, тебе плюет в лицо? Ты стараешься для него все. А он как-то реагирует из-за каких-то обид, из-за какой-то горечи, из-за каких-то вещей. И как нам быть? И я понимаю, что вот эти одежды, о которых немножко затронулся, я думаю, что это и одежда любви, милосердия, понимания, как Ешов говорит, прости, не понимает, что делать. И я уже реагировать стал, говорит, Господь, как ты меня учишь? Как твое слово, говорит, как сражаться? А может, и не надо сражаться и воевать дьяволом, как тут написано? А он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ведь Господь уже совершил победу на Голгофе. И Он дал нам победу, это нам. И эта победа, которая есть в нас, мы должны ее сохранять и держать эту победу. Потому что на самом деле Господь спустился, и даже в преисподнюю, как говорится, и победил смерть. А победив смерть, это Он выбил просто зубы этому дьяволу, сатане, который как рыкающий лев ходит. И Он уже не может, как бы, кусаться. Он не будет, не может тебя съесть. Он хитрый. Почему Его назвали Змей? Потому что это такое название, которое искушает. И Он талантливый искуситель. Я иногда смотрю, как раньше, допустим, в харизматических церквях сражались с дьяволом. Знаете как? Они орали, кричали, я связываю тебя, сатана, пошел вон. Я тебя там... И начинают посылать его не знаю куда. Ну, знаете, я поймал себя на мысли. И слово так говорит. Помните, когда даже в послании Иуды, где Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Я когда стал смотреть на то, а как же мне быть? Как же мне реагировать? Когда меня кусает, когда что-то происходит. А может быть, даже не нужно обращать внимание на какие-то такие вещи, которые тебя раздражают, а начинать благоразумно, мудро подходить. А как мне решать? Потому что на самом деле дьявол будет, как рыкающий лев, приходить и пугать нас какими-то обстоятельствами, как он пугал тех же Науми и Игоря, но они стояли на своем, они сражались. И даже если, кажется, что не было победы, победа все равно есть. Они упали. Потому что есть некоторые, у которых, оказывается, сложилась какая-то ситуация, и он говорит, где Бог? Почему Он мне не ответил? Ну, у Бога времена и сроки. И Он не дремлет, не спит. И Он знает, когда ответить тебе. И Он никогда не опаздывает. И тогда, кажется, что Он задержался. Но упование не должно у нас проповедать. Не должно быть такого, что приносит каким-то разделением, раздражением. И вы знаете, когда смотрю на все противостояния, я думаю, что независимо от того, я буду все равно делать добрые дела. Я буду стараться помогать. Но я стал учиться, кому помочь, и кому нет. Даже среди братьев и сестер. Потому что иногда получается, что иногда у тебя просто ворует время. И даже это нормально, вроде бы, говорят. Ну, помоги даже. А ты бежишь, сломя голову. Я раньше так был. Сломя голову бежал. Сломя голову все делал. И слава Богу, в моей жизни появилась одна американская женщина, бабушка Джеймс Болтон. Она, когда смотрела, как я служил, она меня подозвала и сказала, Исаак, если ты так будешь служить людям, ты просто сгоришь. Научись управлять временем. Научись так, чтобы тебя не воровали время. Научись так, чтобы... Потому что сатан, дьявол, он использует тех людей, у которых все время потребительское какое-то состояние, которые все время дай-дай, или все время нуждаются в помощи. Не дают другим, как Господь говорит, давайте дастся вам. А они только говорят, дай мне. Я хочу, чтобы ты мне помог. И помолился за меня. И возложил руки за меня. И пришел домой, и отвез туда, и привез сюда. И когда я начал понимать, я насторожился и говорю, а как мне быть? Мне постоянно звонят. И вы знаете, что она мне сказала? Раньше были такие телефоны. Она говорит, потому что как раз она у меня была дома, и когда мы разговаривали, за это время звонок за звонком. Ну, все по каким-то вопросам звонят. И я говорю, вот видите, Джейн, я даже помолиться нормально не могу, не дают. Она говорит, а что тебе стоит? Ну, выдерни розетку из телефона. И все, никто тебя доставать не будет. И я поймался на мысли, что на самом деле, а сегодня, сегодня вот эта бандура не дает нам сосредоточиться на Господе. Не дает сосредоточиться. Потому что он берет, хотя это нужная штука, и тоже ей надо управлять. И потом у меня прошла война и с этим телефоном. Я уже начал откладывать, убирать звук, и чтобы уже не дергаться, потому что все время хочется что-то заглянуть. А что там, кто там что-то написал, о чем помолиться, кто-то еще что-нибудь, понимаете? И здесь тоже нужно как бы внимательность быть. И я вам скажу, что я стал очень, как бы, может быть, не скажу ковыряться в себе, но приглядываться к тому, где я упускаю, какие моменты. И сегодня я нахожусь вот в таких сражениях, которые толкают на мои эмоции, на мои слабости. И у кого-то есть слабость в кухню бежать, покушать, у кого-то еще какие-то слабости. У кого-то слабость спорить. И постоянно спорить. У меня в домашней... Короче говоря, есть в WhatsApp группа, где я общаюсь с разными людьми. И одна группа, где постоянно происходили споры, и это те люди, которые были когда-то у меня там, в Алматинской Апсине. И у них такие споры возникали, что уже я смотрю, один не выдержал, вылетел из группы, другой не выдержал из группы. Я уже пишу, говорю, ну что вы делаете, что вы спорите? Ну неужели можете столкнуться? Может быть, вы говорите об одном и то же. Мнения даже одинаковые могут быть. Ну разными словами, разными языками говорят и не могут понять друг друга. И воюют. Я говорю, а нам нужно между собой воевать? Нет. Мы можем пообщаться, ну поспорить. Да, у евреев говорят, и ты прав, и ты прав, и ты прав. Но я чему-то стал учиться в жизни. И я хочу как бы каким-то образом, чтобы... Это не будет ответы на ваши жизни. Я думаю, что из каждой проповеди мы должны ловить то, что как я должен был в своей жизни поступать. Какие ответы я для себя получу. Не так, как обычно некоторые думают. Может быть, это у меня так, я не знаю, что иногда кто-то проповедует, а это вот про того. Я про себя ничего не подумал, я говорю про того. Поэтому есть вещи, через которые мы учимся. Я вам просто расскажу один пример. В 2006 году была первая пенсианская конференция в Берлине. И там русскоязычных пастыров со всего мира. Америка, Германия, Австралия, там, с бывшего СНГ. И я попал на эту конференцию. И там были пастыра разных направлений, евреи. Из пятидесятников, из баптистов, из харизматов, из адвентистов. И такое ощущение было, что на этой конференции у нас чуть ли не были, не скажу, кулачные бои. Но было какое-то такое состояние, что мы постоянно спорили, какая правильная деноминация. Особенно это было вечером. И были провокаторы, которые толкали на это. И когда кто-то говорил с кафедрой, допустим, какое-то слово, и вдруг сказал слово пятидесятник, пятидесятники вставали и говорят, что ты имеешь против нас. И вы знаете, вот такое состояние было, и мы начинали понимать и молиться, чтобы Господь что-то начал делать. Вы знаете, что произошло к концу этой конференции? Независимо от того, что мы вначале спорили, и у нас, у каждого свое мнение, мы стали просто уважать мнение другого. Даже если оно противоречить моему. И это радикально изменило отношения. И я думаю иногда, ну что вот мы спорим, пытаемся доказать какие-то вещи в нашей жизни. В мире обычно говорят, в спорах рождается истина. Но по опыту жизни я не всегда увидел, что это истина. Да, бывает, что и к истине приходим. Но в основном обида, горечь, раздражение и драки, и порой даже и убийства, и моральное, и физическое. Если кто-то стечался с этим. И да, мы находимся в какой-то войне в нашей жизни. И мы будем воевать до конца. Почему, говорит Господь, претерпевший до конца спасется. Я хотел бы затронуть кое-какие вещи по посланиям эфесянам. Его же сегодня затрагивали. И хочу прочитать некоторые стихи и о том, что затронул сегодня рами, а всеоружие Божьем. Потому что на самом деле это необходимо для каждого из нас. Интересно, что в 4, 5, 6 глава к эфесянам как бы Павел говорит об отношениях каких-то между семьями, между детьми, между родителями, между друг другом. И как нам жить, и как нам прорваться, как нам побеждать. И когда воевать, с кем воевать, и сдаваться, и кому сдаваться. Потому что некоторые, я знаю, что слышу очень много, и даже знаю, где люди сдались с тем, что происходит, и начали, и даже упали в вере, и даже перестали приходить в собрания святых, и говорят, а, я все равно, я читаю Библию, я молюсь сам себе, и все. И просто иногда позвонишь, как у тебя, что, как, что ты не приходишь. Да, некогда. Да, и боюсь. И вот какие-то вот такие вещи, и я думаю, что нам все-таки нужно как-то начать не ослабевать, а стоять в этом. Почему Писание, бодрствуйтесь и трезвитесь. Я хочу Ефесянам 6 главу затронуть, вот, и почитать с 10 главы. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могущество силы Его. Обрекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наше брань против крови и плоти, напротив начальств, против властей, против мероприятий тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот, интересно, тут описывает, он говорит, над ней укрепляйтесь, то есть мы не должны каким-то образом возмущаться или что, а именно укрепляться Господом, после, когда ты укрепишься в нем, когда я укрепляюсь в нем, я начинаю понимать, что я могу прорываться, я могу ходить в победе над той или иной ситуацией, над своим характером, над тем, как реагировать и отвечать другим людям. И всеоружие Божие это как бы оружие света, мы же свет и соль земли, как Господь говорит, будьте светом. И дальше, что написано, для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолеть, преодолев устоять. Итак, это уже 13, я с 13 стиха начал читать, 14 стих. Итак, встаньте, припаясь в чресло вашей истиной. И что такое истина? Допустим, в Исаеве в 11 главе 5 стихе уже было пророчество об Ешо, что он и будет припаясь в нем чресло его правда и припаясь в нем бедра его истина. То есть, если мы в нем и он в нас, у нас и он есть истина, тогда мы можем иметь это привязание. Что такое пояс? Я, когда служил в армии, у нас были такие жесткие ремни, на которых и штык нож висел, и магазины. Я думаю, во всех солдат такое есть, где к ремню припоясываются какие-то орудия, где ты можешь быстро схватить, быстро зарядить, быстро выхватить и использовать. И он жесткий, чтобы держать этот пояс, чтобы не провисало, не падало ничего. Вот, и в принципе, как пояс вот такой держит тело, так и истина удерживает от каких-то распустенности, что ли, от своеволия, которое происходит в нашей жизни. И облекшись в броню праведности. Что такая броня вообще была? Броня защищает тело, сердце, органы и все такое. Это праведность это та праведность, которая передана нам. Нам передана праведность Ишуа. Не по нашим делам, по его делам, по его праведности. Вот. И поэтому, как же, как написано еще и философиланкинцев в первой главе пятом стихе, в пятой главе восьмой стих, облекшись в броню веры и любви. Верой мы соединяемся с Ишуа, а любовью с людьми. То есть вот это как раз броня, это то, что мы иногда можем отражать давление или что-то именно отношением в любви к друг другу. И обувь, пятнадцатый стих, и обувь ноги в готовность болговестовать мир. Я раньше как-то понимал, что если ты обувь, ты благовествуешь миру, проповедуешь Евангелие, что-то, что-то об этом. И вдруг мне пришло немножко другое, потому что здесь написано обувь ноги в готовность благовествовать мир. Не миру, а мир. Зачем нам обувь нужна обувь? Потому что солдаты на самом деле обуты в хорошую обувь, чтобы не пораниться, чтобы не разбить свои ноги и босиком человек не может воевать. А тут готовность быть как бы быть в мире с Богом. Готовность благовествовать мир, говорить о мире с Богом, о мире с собой, о мире с людьми. То есть шалом должен прежде всего быть здесь. И это защищает тебя. Если у тебя нет шалома, а сразу вдруг раз какой-то это у тебя вспышка раздражительности или гнев, то у тебя открыта броня. И ты можешь получать раны в свое тело, если кто-то вот так открыт для принятия раздражительности. А кто-то реагирует совсем по-другому. Кто-то крикнул, сказал, допустим, нас бывает дома какие-то, и мы друг другу им прости, я не хотел обидеть, я не хотел огорчить. И мы все обращаем в любовь и в мир. Ну и, конечно, может быть, в этом и делясь миры, потому что, когда мы ходим куда-то, когда мы общаемся и с друзьями, соседями, знакомыми, на работе, мы можем делиться, и Бог дает мудрости, как делиться, стоит ли делиться. Можно открывать, пора говорить, или не пора говорить, или еще время молиться за этих людей, и просто быть в дружбе, и говорить о каких-то житейских даже вещах в жизни. Апачи всего 16 стих, возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукаво. Щит ты можешь двигать, и так повернуть, и так повернуть, защитить, когда где-то у тебя летит стрела. Почему огненные стрелы? Раньше брали стрелы, макали в шмолу, зажигали, выстреливали, она летела и попадала в цель какую-то и там разжигался огонь. Также получается иногда в нашей жизни происходит, что к нам все время какие-то вещи, нападки идут. Раз пандемия, раз ковид, паника, страх, кто-то испугался и вдруг началось какое-то внутри разведение, начинает копать, заглядывать в какие-то литературы и принимать источники и противоречия разные. И мы порой целыми днями тратим на эту пандемию, чтобы на самом деле Господь, как Женя просто рассказал, что все это по плану Божьему. Это на самом деле так. Мы не должны паниковать. Если Бог допускает какие-то вещи, а как правильно отреагировать на эти стрелы? Как правильно отреагировать на ту или иную ситуацию? И вот когда у нас это есть вера, мы можем отражать все эти вещи. Не всегда понятно, почему иногда сражаемся, защищаемся, а где-то у нас вдруг раз и попало в нас, и мы заболели, сломались, упали. и я думаю, что это там, где у нас может быть не хватало веры. Я сейчас почему-то мне пришло одно состояние, одно место из Писания, где, если вы помните, в Марке, по-моему, в 10-й главе, помните, такой был, по-русски написано Бартимей, но, по идее, Бартимей, у этого человека не было вообще имени. И он сидел, он услышал, что идет эта необычайная личность Ешо, о котором говорят столько вещей, что он творит чудеса, что он исцеляет больных, а он сидел в этой одежде, как раньше были одежды такие, вот мы говорили об одеждах опять, одежды, которые отличали этих слепых, хромых, прокаженных, священников свои одежды были. И вот он сидит, и он слышит, что разговор это он тот из Назарета, который творит чудеса, и он, наверное, пророк, и он, наверное, мессия. Рядом с ним сидели тоже люди, кто-то даже в других Евангелиях, по-моему, написано, там двое слепых, а там, может быть, сидели и хромые, но кто-то отреагировал, а кто-то не отреагировал, а отреагировал только один Бартимей, сын какого-то Тимея, может быть, известная личность какая-то была, не знаю, но но факт то, что он отреагировал и пытался кричать сын Давидов, Писание единственный человек, который сказал, что это сын Давидов в то время, и он кричал, ему затыкали рот, а он кричал, иногда у нас должен быть такой крик, это его вера, это его мужество кричать и добиться своего, у него была вера уже включена, что он прозреет, раз этот человек творит такое, и он говорит, и он стал опять, и он кричал, хотя все молчали, и бывает у нас, кто-то прорывается, кто-то орет, кто-то добивается каких-то своей веры, а кто-то просто молчает, а, мне и так пойдет, я и слепой, и хромой, по крайней мере, мне что-то преподнесут, но Ишел что сказал? чтобы он пришел, и когда он пошел, он что сделал, он скинул свою одежду слепого, потому что он уже верил в то, то есть иногда бывает на нас одежда эти паники, страха, и каких-то неустройств в жизни, и мы все зациклены и зациклился на этих вещах, но тут толчок к тому, чтобы, и мне кажется, я бы хотел быть с такой верой, как в Артемии, чтобы прозреть каких-то вещей, в которых я, может быть, еще слеп, и он говорит, чего ты хочешь? Хочу прозреть, и будет пусть по вере твоей, и так да, да, срабатывает, по вере нашей будет нам, как раньше мы знаем, что люди верили, и когда подкова у тебя на двери висит, что это будет счастье приносить, и думали, кошка перебежит дорогу, раз свернул, и все, это тоже своеобразно, суетная вера, от своей веры, и люди верили бы это, это происходило, поэтому говорят, по вере вашей будет вам, но у нас другая вера, у нас все то, которое было раньше, языческое, мирское, мы, Господь хочет, чтобы мы освободились от этого, иногда звоню кому-нибудь, или прихожу кому-нибудь, говорят, как у тебя дела, чтобы не сглазить, все нормально, понимаете, и думаешь, ну ты же верующий, уже брось ты эти привычки, которые были мирской, оставь все это языческое, у нас есть вера, и, говорит, когда мы берем эту веру, мы можем много сделать вещей, прорваться, а как вера наша действует? На основании Слова Божьего, на основании того, что мы высказываем, и как мы высказываем, а и как это происходит, и мы можем дальше это увидим, о том, как, касаясь нашей молитвы, потому что я заметил, что иногда у нас молитвы, просто мы можем говорить слова Писания, мы можем говорить слова веры, но они бездейственны, или могут быть бездейственны, потому что в них нет сердца, в них нет любви, нет сострадания, я иногда думаю, почему вот я за этого человека молился, ничего не произошло, вроде бы вера была, а ничего не произошло, я вдруг понимаю, что этот человек как-то был для меня безразличен и все, я говорю, Господь, разберись с моим сердцем, как ты пострадал, и даже когда тебе делали больно, ты, прости, мотиться, они не ведают, что делают, наша проблема в основном и в том, что почему здесь дальше написано и шлем спасения возьмите, шлем, который защищал наш разум и это все то, что через то сатан обычно работает, бьет по нашим мыслям и через наши глаза и с этим тоже работа. Но что мы можем на такие вещи иметь духовный, который есть Слово Божие? Меч это необходимая часть это воина, который может хватать, работать и рубать этим словом, короче говоря, добиваться успеха. Иешуа тоже использовал это, помните, он говорил, написано, иногда некоторые говорят, ты больной, ты дохлый, ты слабый, ты неуверенный, ты не можешь ничего, а ты понимаешь, говоришь, нет, я пленяю все эти мысли, арестовываю эти мысли, есть Слово Божие, которое может разрушить, и я победитель, и я все могу в укрепляющем меня, Господи. И это же не говорит, что на самом деле ты все можешь, но ты все сможешь, и для этого тоже нужно работать, иногда нужно действовать, добиваться успеха где-то в каких-то делах не говорит о том, что ты всегда должен молиться, все время быть таким супердуховным, но на самом деле у нас есть жизнь, у нас есть то, что мы должны работать, кто-то учиться, заботиться о детях, воспитать, и это часть тоже духовной жизни, но при всем, все мы должны это научиться правильно говорить, это все с верой, и если говорят какие-то негативные вещи, допустим, даже на шайхае, она бывает все воспринимает так, и начинает слишком реагировать, то мы что делаем, мы говорим хорошие слова, ну и что же они говорят, сегодня ты такая, завтра ты будешь такой, ты сделаешь, она работает, она трудится, ты добьешься, у тебя получится, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и как раз молитва, она соединяет все эти части вооружения, если мы не используем эти вещи, то мы будем все время ранимы, мы все время будем жаловаться на что-то, на какие-то неудачи, а Писание говорит, как Павел говорит, радуйтесь и всегда радуйтесь, что бы ни происходило, чтобы все через всякие ситуации, смотря на Господа, все время быть в вооружениях, независимо от того, что происходит, понимать, что Господь, что ты хочешь через эту атаку мне сказать, через это обстоятельство, чему ты хочешь меня научить, как мне молиться, противостоять этому или сдаться, но смотря на эти, на Игоря и Науми, как они сражались до последнего, я думаю, что мы должны все время сражаться, мы должны быть все время в бодрости, не ослабевать, чтобы обстоятельства жизни не утаскивали нас в сторону, чтобы вот этот телефон не занимал много времени, у нас, и воровал нам, чтобы я мог уединиться, чтобы я мог помолиться, и в общем все вместе могли помолиться, и с кем-то помолиться, и в единении помолиться, и даже закрыться спальни, где-то в комнате своей, и побыть вместе с Господом, просто наедине. А кому-то это не нравится, он будет стараться все время, я имею в виду, сатане, которые ухищрением, у него тысячи способов, чтобы залезть в тебе и сломать тебя. И для этого мы должны быть в слове, должны быть вот вместе, защищать друг друга. Почему здесь не говорится о защите спины? Потому что воины обычно вот так спиной друг к другу защищали, даже кругом становились, вот так, никто не мог выранить спину. Будьте постоянны в молитве и молении о всех святых. Да, я буду сейчас заканчивать. О всех святых, о чем сегодня и Дима затронул, чтобы мы молились за всех нас, за друг друга. И не забывали об этом. и мы постоянно молимся в молитвенной группе, чтобы Господь хранил нас и защищал, потому что мы находимся всегда в духовной войне за наших родных, за близких, за каждого из вас. И это порой такой постоянный труд. И нам нельзя расслабляться и сдаваться. И кто идет с Ишу, тот будет в победе. Прочитая в конце 1-й Сан-Никицем 5-6-8 «И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью и пывающие упиваются ночью. Мы же, будучи шинами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Я просто хочу сказать, не падайте духом, друзья. Если мы дожили до этого времени, до сегодняшнего дня, у нас есть шанс ходить в победе, взращивать плод духа внутри нас и проявлялся через нас. Быть всегда во все оружии Божьем и порабощать дело плоти духом. Это необходимо, как говорится, чтобы быть светом и солью для этой земли. Отец небесный, я благодарю Тебя за это время, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты избрал каждого из нас. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы были в силе от Тебя, чтобы мы научились ходить в победе от Тебя, чтобы мы не расслаблялись, бодрствовали и трезвились, я прошу Тебя, Господь, чтобы Твое царство разрасталось внутри каждого из нас, потому что мы храм Твой, Господь. Я молю Тебя, чтобы Твоя воля осуществляла в жизни каждого из нас, чтобы мы осознали Твою волю и ходили в ней. я прошу Твоей защиты крови на каждом из нас, прошу Тебя за тех, которые немножко ослабели, упали, даже потерялись, Господь, прошу Тебя за всех потерянных, заблудших овец и помоги нам, Господь, чтобы мы могли найти и вернуть их. Ты сам сказал, Ишо, что Ты доведешь каждого до конца и Ты не потеряешь тех, которых Тебе дал Отец. Я молю Тебя, Господь, за силу Духа Святого в нас, чтобы мы могли противостоять всяким козням, которые дьявол, сатан пытается вбить в наши мозги, через что потом начинается и проявление. Удержи наш язык от зла, от убийства. Прости нам, если что-то мы делали не так. Очисти нас от всякого греха. удали нас от всяких страх перед всем тем, что происходит в этом мире, отдай уверенность, благоразумие, мудрость, жить праведной жизнью, святой жизнью для славы Твоей. И Твое имя прославляется в жизни каждого из нас. Ваше мисю мисюхену. Амен.